Всем привет, друзья! Турьямович сегодня с вами рассмотрим перки для эсминцев в обновлении 0.10.0. Есть несколько любопытных сборок, особенно интересно сейчас стала артиллерийская сборка. Много новых фишек появилось, ну и торпедники тоже не скучают. В общем, я бы сказал, что эсминцы вполне себе даже побафали. Поехали! 19-перковый торпедник выглядит вот примерно так. На первый слот на самом деле брать можете все, что угодно. Скажем, если это Шимакадзе, если какой-то универсальный эсминец, который вы часто пользуетесь, торпеды, вполне себе ликвидатор может и не пригодиться. А вот если Халанд, то там вот этот вот перк может быть не лишним, потому что торпедки у Халанда не всегда вызывают затопление, и это вам может помочь. Далее скорость хода торпед здесь 5%, к сожалению, а не 5 узлов, как было раньше, но тем не менее тоже дополнительный плюс. И, безусловно, из последних сил вам пригодится. Дальше время перезарядки торпедников на 10% увеличиваем, и отчаянный позволит нам еще разогнать нашу торпедную перезарядку. Дальше инвиз и очень любопытный новый перк, который увеличивает скорость нашего эсминца на 8%, если он остается незамеченным. При этом вы теряете 5% скорость перезарядки ГК. Ну, в случае, скажем, торпедного эсминца это не так критично. А вот возможность либо уйти от преследования, либо быстро сменить фаланг, это вполне себе дополнительный бонус. Кому может пригодиться такая сборка? В первую очередь, конечно, японцы, также европейцы вполне себе даже. Ну, и, может быть, немцы, может быть, британцы. Хотя тут уже вопрос. Теперь давайте поговорим про универсальный билд. Эта сборка подойдет любому эсминцу. Здесь нет каких-то выраженных фишек, но если вы пока что путаетесь, не знаете, что лучше взять, можете попробовать вот эту вот сборочку. Это зайдет эсминцем типа Геринг, типа Дыринг, типа Цет-52, если вы играете обычными там фугасами без ББшек и чего-то такого. Наводчик увеличивает скорость поворота ваших орудий, как правило. У универсалов, если это, конечно, не американцы, не очень хорошо с поворотом. Но если вы на Америкашке, то можете взять себе, например, ликвидатора или же профилактику, чтобы поберечь ваше двигло. Дальше из последних сил. И здесь специалист ГК и ПВО увеличит скорость перезарядки ваших артиллерийских орудий. Отчаянный позволит бафнуть все за счет уменьшения количества ХП. Суперинтендант и мастер борьбы добавит вам живутости, ну а также мастер маскировки. А теперь самое интересное. Новые артиллеристы. В версии 0.10.0 появилось большое количество любопытных перков для этого класса кораблей. В первую очередь направленные на более агрессивный и такой, знаете, динамичный геймплей. Эта сборка, безусловно, зайдет Хабаровску, Ташкенту, Киеву, но даже французы, в принципе, могут ее использовать. Хотя, возможно, вы предпочитаете играть на французах с инерционкой, а может быть и без нее. Если без нее, то вот такой вот билд. Сейчас мы с вами смотрим на... Вот так вот будет 19 перков. И на 21 перк даже более интересная, очень любопытная сборка. Получается, сейчас я вам расскажу. Наводчик для проворота башен. Здесь из последних сил суперинтендант и мастер борьбы пригодятся, если это советские сменцы. Если это француз, то ему можно взять что-то другое. Например, специалисты ГК и ПВО, потому что у него хилки нет. Ну, а если вы играете, скажем, на каком-нибудь там советском, грозовом и всяком таком, здесь вот этот суперинтендант вам весьма может пригодиться. Поэтому смотрите сами. И далее два хороших полезных перка. Увеличение дальности. Вот оно, увеличение дальности вашего ГК и ПВО. Безусловно, вам пригодится. И вот этот вот любопытный перк, который увеличивает скорострельность вашего корабля, если кто-то находится в дальности обнаружения, и немножко улучшает ПВО. Но при этом заметность ваша становится еще хуже. Таким образом, Хабаровск, например, уже имеет 10,5 километров заметности, что, конечно, его совершенно не портит. А вот когда у вас становится 21 перк, вот этот вот новый любопытный перк ослепляющий может быть вам очень интересен. После того, как вас обнаруживают, ну, а вы, как правило, на Хабаре стреляете постоянно, все время светитесь, рассеивание снарядов, атакующего у вас противника, увеличивается на 20%. Таким образом, попасть по вам становится очень сложно, что может быть очень любопытным. Вообще, для артиллерийских эсминцев этот патч выглядит очень любопытным. Можно ли взять этот перк раньше? Ну, если честно, наверное, рискнув, допустим, и не взяв вот этот вот бесстрашный, можете попробовать взять ослепляющий. Ну, мне кажется, что бесстрашный, наверное, будет немножко более интересен, чем этот перк. Хотя, можете экспериментировать. Безусловно, под каждый стиль игры вы потом уже найдете для себя какую-то более точную сборку. Но если говорить именно про универсальные наборы перков, я думаю, что это вам как раз зайдет. Ну, а напомню, что в течение месяца, в течение патча вы можете экспериментировать со сбросом перков. Без ограничений это будет абсолютно бесплатно. Если вам пригодились эти сборки, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Увидимся с вами в открытом бою. С вами Турямович. До новых встреч и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok